Дай почитать Вспоминается Станислав Ежи Лец, справедливо заметивший у каждого века свое средневековье. Безусловно, у интернета есть множество плюсов, но не надо игнорировать и минусы. Главное в становлении образования человека – умение читать правильно, понимать смысл текста и запоминать содержание прочитанного. В интернете громада информации, а навыков эту информацию систематизировать, анализировать у большинства молодежи нет. Ученые многих стран предупреждают об изменении работы мозга и как следствие самого типа человека в ближайшем будущем, если эти люди чрезмерно увлекаются интернетом. Бездумное и бессистемное потребление немыслимых объемов информации, компьютерные игры, общение в социальных сетях, как правило, не имеющее познавательной и образовательной ценности, приводят к огромным потерям драгоценного времени. Обедняют интеллект, наносят большой ущерб здоровью. Есть ли спасение, дорогие слушатели? Конечно. Именно этому посвящена во всех смыслах полезная и замечательная книга Валентины Юркина, 35 лет возглавляющего издательство «Молодая гвардия». Читаю, следовательно, существую. Феномен чтения, труд, привычка, радость. Автор исходит из бесспорного утверждения. Книга – интеллектуальный фундамент цивилизации. Никогда нам не стать homo sapiens, то есть человеком разумным, если не научиться читать. В главе «Потому, что они читали» приведены примеры, когда привычка к систематическому и вдумчивому чтению сыграла решающую роль в становлении крупных деятелей. Искусство, политики, науки. Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Джон Лок, Достоевский, Лев Толстой, Горький. Так в Московской библиотеке Горького насчитывается 10 тысяч томов, и из них 2 тысячи носят следы чтения и размышления, сохранились пометы. Горький состоял в переписке с Роланом, Барбюсом, Цвейгом, Манами, Драйзером, Шоу и всех поражал своеобразованностью, творческим потенциалом. Его так и называли совершенным проявлением славянского гения. Также Юркин уделяет внимание самому феномену чтения. Вопросу книги и детей утверждает, что чтение – это доступное счастье для всех. И как не согласиться с известной писательницей Ириной Адуевцевой, чтение – это лекарство против ограниченности, самодовольства и нравственного тупика. Таблетка от тупости. Что ж, дорогие слушатели, читаю, следовательно, существую. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!